Это проект «Место происшествия» на Первом городском канале. Эксклюзив «Неподдельные эмоции» и то, к чему нельзя быть равнодушным. В студии Сергей Пичугин. Здравствуйте. Вначале коротко о самом важном. Умер в больнице. Батюшка. Мать твою, посмотри. На советском тракте произошло смертельное ДТП. Проехала пынаки девочки и скрылась. Полиция разыскивает пока еще неизвестную женщину-водителя на белой Тойоте. Вечерний беспредел. На улице Ленина хмельные школьники приставали к прохожим, а двоих мужчин избили. И в начале выпуска трагедия на советском тракте. Там водитель грузовика Хино протаранил попутную фуру, а потом еще попал под удар Kia Optima. Кабина японской машины в буквальном смысле разорвала. Водитель погиб. Это и другие дорожные происшествия за минувшие сутки. Разберем в обзоре аварии. Авария произошла 4 марта днем на 112-м километре советского тракта. Столкнулись грузовик, фура с прицепом и легковой автомобиль. Кадры последствий ДТП зафиксировали очевидцы. Батюшка! Мать твою! Ты посмотри! Вот это ужас. 32-летний водитель автомобиля Хино совершил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем Вольво с прицепом. После чего автомобиль Хино отбросило на попутный автомобиль Kia. В результате происшествия водитель автомобиля Хино получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Однако спустя некоторое время скончался. Попутные автомобили столкнулись и в Оречевском районе. По предварительным данным на 48-м километре дороги Киров-Советск-Иранск водитель Хионды Элантра врезался в газ Валдай. Вероятный виновник аварии травмировался. Медики оказали ему помощь. В Верхнекамском районе в поселке Лесной в ДТП попали еще две машины. По предварительным данным водитель КамАЗа выехал с авторстепенной дороги на главную и не пропустил Ниву Шевроле. Пострадали 27-летний водитель внедорожника и его 31-летняя пассажирка. По информации ГИБДД их не госпитализировали. Подобная по схеме авария произошла в Кирове на улице Производственной. По предварительным данным водитель Сан-Йонга выехал на главную дорогу и получил удар в бок от 99-й модели ВАЗа. Водителю Лады понадобилась медицинская помощь. Сергей Пичугин, место происшествия. Проехала по ноге 9-летней девочки и скрылась с места ДТП. Пока еще неизвестная женщина-водитель на белой Тойоте. 1 марта в больницу с ушибом ноги обратилась школьница Марина. Девочка рассказала, что на улице Зянкина ее сбила белая иномарка. Сейчас полиция разыскивает водителя. Детали этого инцидента в рубрике «Сводка». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девочка шла по дороге, а затем решила ее перейти. Но женщина на белой Тойоте ее не заметила. Видно, как девочка упала, автомобиль притормозил, а потом продолжил путь. Наезд на 9-летнюю Марину произошел у дома номер 12 по улице Зянкина. Если вы знаете, кто сбил школьницу, звоните по телефону 588-935. А в Чистых прудах 3 марта в 7 утра у 8-го дома по улице Чистопрудненской неизвестный водитель сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Очевидцев просьба позвонить в полицию по телефону 588-934 и 588-935. До сих пор не установлен водитель Приоры, который 24 февраля на Октябрьском проспекте 120 въехал в припаркованный Рено и скрылся с места ДТП. На съемке видно, что водитель Лады поехал задним ходом и не рассчитал маневр. Далее он вышел на улицу, осмотрел повреждения и уехал. Как выяснилось, Приора помяла дверь Рено и разбила зеркало. Очевидцам и виновнику ДТП инспекторы рекомендуют позвонить по телефону 588-934. По словам автора видео, никто из спасательных служб на сообщение об упавшей собаке не отреагировал. Михаил Вагин, место происшествия. На улице Ленина хмельные школьники устроили попросту выражаясь беспредел. Вечером они приставали к прохожим и избили двух мужчин. Этот инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Михаил Вагин расскажет подробнее. Пьяные малолетки, что называется, были уже на взводе. Один из них отрабатывал удары. Второй подбежал к незнакомой женщине и обнял ее. Потом тут же произошел конфликт с проходящим мимо молодым человеком. Видимо, ему не понравилось поведение школьников. Он сделал замечание и тут же получил удар. Судя по видео, отвечать хулигану прохожий не стал. Позднее к разборкам подключились и другие школьники. Но продолжение не последовало. Впрочем, на этом дерзкие ученики вечерней школы номер 7 не успокоились. Они пристали к мужчине, который стоял рядом. В итоге на остановке у перекрестки улиц Ленина и Воровского подростки избили потерпевшего. Тот, судя по съемке, просил их прекратить удары. Как стало известно, эти агрессивные школьники мешают жить не только прохожим, но и продавцам соседних с учебным заведением магазинов и общепитов. В случае конфликтов очевидцы тут же вызывают полицию, но агрессоров это пока не останавливает. Местные жители уже планируют обратиться в прокуратуру с целью привлечь к ответственности не только этих подростков, а также учителей и родителей. Михаил Вагин, место происшествия. А сейчас мы ненадолго прервемся, не переключайтесь. Расскажет в суде историю, как я провел лето. Сажись. Физическую силу к нему времени аж подняли, а? Слышь, не слышь, нет? Я тебе обращаюсь. Встал? Начался процесс над Артемом Тинкиным. Сначала он катался под шофе, потом угнал машину и сбил женщину. Не вписался в поворот. У лыжного комплекса Перекоп медицинский УАЗ въехал в сугроб. Отпало на ходу. Колесо от УАЗа едва не прилетело в голову девушке-пешеходу на улице Московской. На первом городском проект «Место происшествия» мы продолжаем выпуск. В Кирове будут судить водителя Артема Тимкина. В июле прошлого года активисты ночного патруля и сотрудники ДПС задержали его за рулем под шофе. Причем это было уже повторное нарушение. А в августе водитель взял чужую Мазду, сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся. Что означает фраза «пошел по наклонной». Смотрите далее. Судя по этим кадрам, компания молодых людей и девушек гуляла с размахом. Танцы с пивом в руках, разговоры на повышенных тонах, ухаживание за дамами и куда без них драки в пьяном угаре. Вот концовка потасовки, в которой досталось двум прохожим. После конфликта шестеро друзей сели в спектру и поехали, и сразу чуть не устроили ДТП. Вот они выскочили навстречу, проехав в сантиметрах от «Шкоды» и автомобиля общественников. К машине вовремя подъехали сотрудники ДПС, однако водитель останавливаться не планировал. Не особо хочется останавливаться. Лихач на спектре не только путал свою полосу со встречной, но и не замечал запрещающие сигналы светофоров. Сначала на перекрестке улиц Карла Маркса и Милицейской. Да, на Красной Бруссей. Затем уже на самой улице Милицейской водитель Киев наглую проехал вызывной светофор. Да, придется писать им неподчинение. Гонщик с пятью пассажирами на борту свернул в гаражный кооператив и загнал себя в тупик. По словам инспекторов, тут он поменялся местами с пассажиркой и вышел из авто. Пока с задержанным Артемом общались полицейские, собственница авто успокаивала защитников Артема. Тем временем Артем все еще упрямился. Его подруки привели к патрульной машине. Попроще, пожалуйста. Это был своего рода челлендж «Защити друга». Все как один твердили, что за рулем была девушка. Самый эмоциональный пассажир предложил инспекторам отпустить водителя, а вместо этого раскрыть якобы преступление в соседнем дворе. Там бабу какую-то вообще. Пойди тогда, что? В смысле, что ты его будешь сейчас трогать? Да, они бабу просто спасать. Артем, вдохновленный поддержкой друзей, продолжал стоять на своем и стоять на ногах, вместо того, чтобы присесть в машину. Не сажись. Физическую силу к нему временяешь, поди, а? Не сажись, что? Старлей. Меня слышишь, нет? Я к тебе обращаюсь. Писал? Собственница авто призналась, что компания ехала от ночного клуба, но девушка была не согласна с тем, что машиной управлял Артем. Два разницы, я два за рулем. А вы были за рулем, да? Время будет. То есть человек задержанный не тот, не тот? Должны были вас посадить? Да. Я понял. А вы сами трезвые? Да. Задержанный долго не мог правильно пройти экспертизу, друзья его поторопили. Домович, брат, ну не уже нормально, б***ь. Можно попасть? Дойте, 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 дойте. А почему его, б***ь? Результат составил 500, 69 миллиграмм. Сколько? Установлено состояние алкогольной клиники. 0, 0. Артем Андреевич, с результатом согласны? Я выигрыш и находился в машине. Как выяснилось ранее, Артема уже наказывали за пьяное вождение. Теперь водителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В суд ушло не только дело о повторном пьяном вождении. Через пару недель Артем Тимкин сел за руль чужой Мазды «Тройки» и на этой же машине сбил женщину на пешеходном переходе по улице Хлыновской. Пешеход получил тяжелые травмы, такие как перелом таза и перелом основания черепа. Водитель же скрылся с места аварии, но его быстро нашли и задержали. В итоге в суд ушло дело по трем статьям Уголовного кодекса. Пьяное вождение, угон авто и ДТП, повлекшее тяжкий вред здоровью, да еще и со скрытием с места аварии. Максимальное наказание по этим статьям – до 2, 5 и 7 лет лишения свободы, соответственно, наверняка эти дела объединят в одно производство. Сергей Пичугин, Константин Кузнецов. Место происшествия. У лыжного комплекса в Перекопе медицинский УАЗ протаранил сугроб. Однако удивительно даже не это, а то с каким спокойствием водитель выехал из снежного капкана и поехал дальше. Будто в таких передрягах он бывает каждый день. Подборка этой и других дорожных ситуаций в рубрике «Видеорегистратор». У поселка Перекоп водитель медицинского УАЗика не заметил поворот. Фургон поехал прямо и врезался в сугроб. Впрочем, это не поменяло планы водителя. Он включил заднюю передачу и продолжил путь. Судя по видео, в салоне не было пациентов. В Кирово-Чепецке водитель машины с камерой стал жертвой странного водителя «Тойоты». На перекрестке он остановился на зеленый сигнал и получил удар по бамперу. По словам владельца регистратора, этот шофер постоянно останавливается на зеленый сигнал. В него уже въезжали 4 раза. Автор видео рекомендует запомнить эту машину и всегда держать максимальную дистанцию до нее. Краш-тест задней части «Лансера» наблюдали очевидцы на улице маршала Конева. Замершился первый этап чемпионата России по топливу, причем среди командов. Причину такого поступка сложно понять. Водитель отвлекся или ему стало плохо. На повторе видно, что водитель серебристой «Киа» заметил препятствие и объехал, а шофер на «Митсубисе» даже не тормозил. Удар получился сильным. У виновника ДТП смяло капот. Поиграла в снежки с водителем грузовика женщина на улице Уральской. Дама метнула в лобовое стекло кусок снега и попыталась убежать. Впрочем, водитель ее догнал и провел воспитательную беседу. Судя по видео, стекло не треснуло. По словам водителя, женщина была пьяна. На перекрестке улиц Ленина и Преображенской водитель «Киа» не вписался в повороты и на марку занесло. Уворачивался от аварии как мог водитель Иномарки на улице Московской. Он хотел проскочить перекресток с улицы Солнечной на желтый сигнал. В этот момент начал поворачивать налево водитель кроссовера. Затормозить в снегопад не получилось. Уйти от столкновения тоже. По данным ГИБДД, аварию не зарегистрировали. Возможно, разногласий у водителей не возникло. Ловкость рук и никакого ДТП не произошло на мелькомбинатовском проезде, когда со двора пытался выехать шофер на 14-й. На улице Рима-Яровской все шансы прокатиться на капоте были у пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Колесо от УАЗа «Патриот» едва не прилетело в голову девушке-пешеходу на Московской. Она не видела, как эта запчасть отпала на ходу от внедорожника. Колесо в итоге приземлилось в сугробе. УАЗ остановился. Никто не пострадал. Открыло гололедный сезон. Девушка на улице Пролетарской. Вместе с подругами она переходила дорогу от ночного клуба и поскользнулась. Судя по видео, девушка серьезно не пострадала. Подруги помогли ей подняться. Сергей Пичугин, Михаил Вагин. Место происшествия. И на сегодня это все. Телефон редакции не изменен. Он перед вами на экране. Свои видеоролики с происшествиями вы можете отправлять к нам через мессенджеры. Самые достойные мы обязательно покажем. На YouTube-канале смотрите повтор выпуска «Место происшествия». А короткие ролики в Инстаграме «Место происшествия». В студии был Сергей Пичугин. До новых встреч.